Оргия из 30 девушек, помню, как жаловались на них соседи сверху, соседи по бокам. В течение 2019-2020 года я работал как швейцар и был бой в пятизвездочном отеле. Шо мне это дало и какие навыки я получил за это время, сегодня, в данном видеоролике, мы узнаем. И, естественно, если ты не будешь когда-то работать в отельной индустрии, это будет для тебя полезно, потому что, знаешь, много интересной информации по поводу куртизанок, плюс насчет богатых людей, там журнал ВОК, который к нам приезжал, Телин Деман, который к нам заезжал, плюс еще про тусовочки, которые проводились, сборная России по футболу у нас жила, плюс еще другие люди, рэперки, плюс Юлиана Караулова, не знаю, в общем, все вот эти вот людишки. У меня там был список всяких гостей, и я их видел в лицо, но я не буду раскрывать конвенциальности, друзья. Я не отдам вам название отеля, в котором я работал. Вы можете догадываться, но название я не скажу, потому что это будет рассекречивание информации. А так я могу вот шо угодно. Отель, 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 вот так вот назовем его. И, в общем, друзья, это просто дисклеймер. Мы ни в коем случае не обижаем этих людей, это сделано просто для умственного развития данный видеоролик. Научный интерес. Окей? Никаких обижаний. Окей? Все, летс гоу. Лайкос, подписка, и также напиши, пожалуйста, в комментарии, в какой индустрии тебе хотелось бы работать, и если ты, возможно, будешь предпринимателем в будущем, то в какой сфере тебе хотелось бы вариться. То есть, какая империя, какая вот сфера деятельности у тебя набивается, хорошо? Летс гоу. Первое. Что я узнал за время работы в отеле? Это то, что все богатые, успешные люди, они благодарны. Они такие, да, спасибо, большое, благодарю, и все такое. А заходишь в пятерочку, знаешь, ну, наверняка заходил хоть раз. Там бабка какая-нибудь, ну, я понимаю, нет, ладно, возьмем. 28-40-летний человек сразу такой, шо это за фигня, ну, дайте мне книгу, жалобы, предложения, вы мне не додали пять копеек, сейчас я буду вам все писать, и вот прям все испишу абсолютно. Да, такие богачи тоже встречаются, но их очень мало. То есть, таких клиентов у нас было очень-очень мало. Обычно это если прям совсем у них все, вот, семья какая-то распадается у них, либо же вот просто был случай один у нас там развод, вот прям в отеле произошел, и человек был недоволен, но если мы на реальный мир посмотрим, то в пятерочках очень много людей, которые, блин, шо за фигня, те, кто хоть раз работали с обычными людьми, среднестатистическими, то понимаете, богатые же люди, они более спокойные, благодарные, говорят тебе спасибо, пожимают руку, приветствуют тебя, спрашивают тебя, как у тебя настроение, они постоянно проактивные. Что о них можно сказать? Они постоянно у тебя что-то уточняют, спрашивают, это майндсет успешного человека на самом-то деле. Обычно человек такое не делает, ему, типа, блин, шо я буду подходить, уточнять что-либо. Вот это первый факт, это о богатых, успешных людях. Второй факт, в отеле есть свои проститутки. Это был, возможно, известный факт, но я, так скажем, в него не верил. То есть я помню, у меня в жизни такое случалось, что люди говорили, что там в отелях проститутки и все такое, но на самом-то деле реально, у нас было три проститутки, одна сидела в чайной комнате, другая в лобби и еще одна в другом месте. И все о них разных возрастов. Одна там под тридцатник, вторая 50 лет вообще, и еще одна где-то тоже тридцатник 25. И также есть заказные. Заказные, если к тебе подходит какой-то гость и спрашивает, есть там вообще по девочкам? И ты такой, да, звонишь сразу Эльдар, здрасте. И, собственно, заказываешь данного Эльдара. И Эльдар там уже все разбирается, потому что мы, как сотрудники, мы не работаем с данными организациями. Мы все через посредников. Если и делаем, то делаем. Собственно, Эльдар тоже засекреченное слово. Это не тот, если вы встретите какого-то Эльдара, это не тот Эльдар. Хорошо, друзья? Поняли? Также я частенько общался с таксистами, с водителями автомобилей. Это было интересно. И благодаря общению с таксистами ты узнаешь про то, как устроена денежная система у отстойщиков. Есть бомбилы, есть отстойщики. Отстойщики это те, кто стоят на месте, знаете, вот возле вокзалов, возле аэропортов. Там стоят отстойщики. И у них есть свой определенный тариф. И есть бомбилы. Бомбилы это которые ездят постоянно по городу и смотрят, кто-то там что-то несет в сумке, надо к нему подъехать. Эй, девочка, девочка, хочешь, закидывайся к нам, и я тебя докачу. И у отстойщиков есть определенный тариф. У них есть базовый. Мы обычно катали по городу за 700 рублей. 700 рублей на Мерседесе. И марку не скажу, потому что я не особо шарю в марке, но, кстати, это еще один скилл, который я наработал. Я теперь знаю, что такое Мерседес, БМВ, и намного лучше в этом разбираюсь. Там Е-класс, С-класс. Это вроде был Е-класс. И, в общем, друзья, ты обращаешься к отстойщику. Вот сейчас у нас будет гость. Там два человека. У них там чемодан Луи Виттон. Сможешь их помочь? И тебе там чаевые, и мне чаевые, соответственно. В общем, договариваешься. Он такой, да, тебе 200 рублей. Окей, договорились. И ты такой, здравствуйте, вам необходима ли машинка? И они такие, да, в принципе, мы заказывали, но что-то она как-то не приходит. Вот такой, если хотите, то у нас тоже есть автомобиль. Можете вон проследовать сюда. И такой, сажаешь к Сереге, либо же к Игорю, либо же к Эльдару. И такой, о, вот Мерседес прямо для вас. Сейчас готов. И, соответственно, он там катает по городу, либо же до аэропорта. До аэропорта там определенные тоже тарифные ставки. И можно на этом некоторые шекели поднять. Также, если вас интересуют именно шекельные вещи, потому что, по сути, на этом канале я вам очень много сказал про то, как развить свои навыки и все такое. Нужно просто делать. А если именно вам интересно, как бы, вот, что там такое интересное происходит в отеле, то еще одна вещь, как зарабатывают отстойщики и также швейцары, это, знаете, есть в Санкт-Петербурге такой ресторан, как «Царь», либо «Терраса». Это все гинза, гинза, гинза вроде, гинза продакшн или что-то типа того, ресторанное бюро. В общем, я не особо шарил в ресторанах, тогда она вроде «Гинза» называлась и плюс «Царь». Там есть кэшбэк. Кэшбэк – это когда ты заказал столик по телефону. «Здравствуйте, вам столик?» «Да, пожалуйста». И после чего, как заказан столик, ты получаешь некоторых, вот, как заказчик, ты получаешь некоторый кэшбэк тебе на карту. Фишка в этом. В следующем. Эльдар звонит в ресторан, заказывает столик для определенной пары. Ты такой звонишь, да, здравствуйте, можете ли там столик для пары, там два человека будет, иностранцы, хотели бы забронировать. Все дела. В общем, они потом отвозим на машине, их туда, они там едят на пять тысяч, тьфу, на пятьдесят тысяч, на пятьдесят тысяч, кэшбэк процентов так пять, и ты получаешь две с половой за то, что другие люди похавали. Это вот такой вот некоторый лайфхакец, который используют вот таксисты. Поэтому, если вы поедете когда-либо в какую-то страну, пожалуйста, обращайтесь сами по телефону, и тогда вы получите сами кэшбэк в некоторых местах, в некоторых заведениях. Либо же, если вы знаете про кэшбэк, то тогда просто попросите таксиста, либо же какого-то работника, а можете ли нам половинку дать, я не против то, что вы заберете часть суммы, можете спокойно заказывать, главное, потом, ну, половинку можете нам отдать. Вариант, вариант. Также, какие еще истории были с куртизанками, объяснились, с тусовками. Тусовки у богатых людей точно такие же, как и у обычных. Реально, то же самое, только костюмы другие, интерфейс другой. Абсолютно. То есть, там был какой-то журнал Vogue, и чисто приходят цаццы. Ну, в плане, я не хочу назвать их каких-то плохими, это просто такое выражение. Цаццы приходят у них там, шубки красивые. Кстати, шубы красивые, реально. Не то, что там обычные. Знаете, ну, сейчас шуба практически у каждой женщины есть. У молодой. А такая прям белая, переистая. Плюс там сзади что-то написано, типа Филипп Пляйна, которая последняя коллекция вышла, у Клавы Коки такая. В общем, примерно схожая, очень красивая. Мне зашла прям вот так вот, ништяк. Приходят они, у них там тусич. Тусич просто, файк, файк у Клокти, даже не танцуют особо. Если и танцуют, то шоют за пляски, боятся испачкать свои наряды. В общем, как-то так оно проходит. А я знаю, что у обычных людей намного жестче тусичи. Бывают там блюют, плюс там танцуют прям вот так вот дискотека. Поэтому, друзья, в клубах намного интереснее атмосферы, если вам именно трэш хочется увидеть. В отеле трэш, ну, блин. Да, конечно, происходит иногда, когда там рядом с тобой Рома Желудь падает в реку Мойку. Это тоже бывало. Либо же чьи-то наушники падают, опять же, в реку Мойку. Либо же, ну, что-то происходит с рекой Мойки. Просто это находится недалеко от этого места. Но я не буду говорить, что это за отель. Или там отелей много на этой линии стоит. В общем, друзья, может много чего происходить. Вокруг так же по пятницам иногда бухие люди проходят. И они намного более веселые. Они такие, та-та-та-та-та, вот так к тебе подходят, а потом вот так вот уходят. И это очень интересно наблюдать за данным действием. Также, что еще хотелось бы... Так, та-та-та-та-та... А, вот. Следующий пункт, который, наверное, четвертый, пятый, не знаю, я не вел счет. У нас нет структуризации особо. Это навык ориентирования в Санкт-Петербурге. Это то, что я открыл. Это, наверное, ботаникам сейчас будет интересно, либо тем, кто интересуется жизнью. Если ты работаешь в пятизвездочном отеле, то ты намного лучше знаешь театры, концертные холлы, стадионы, плюс аэропорты, как добраться, плюс дорожное движение там по стеной, по нашему Невскому проспекту, либо же до какого-нибудь другого отеля, как добраться. Это вот еще один момент. Также зонтики обычно ломались очень часто у каких-либо наших сотрудников. Ну, точнее, не сотрудников, а гостей. То есть ветер-то большой, зонтик ломается, и... Ну, это, наверное, просто факт. Потому что у нас зонтики были в отеле, мы им выдавали, но они почему-то приносили нам их сломанные. То ли они дрались ими, то ли реально они гнулись, и все в этом роде. Часто, очень часто мы выкидывали большую гору вот использованных вот таких вот зонтов много. Также, что еще за время работы с швейцаром Белбоем я узнал, что можно подниматься по этажам, по отелю, гулять, плюс... Меня, конечно, накажут, вполне возможно, за это. Можно орешки есть. Орешки шоколадные. Шоколадные орешки, сладости. Но это, так скажем, смена заканчивается. В общем, рассказывай секреты. Ты... Есть Lady in Red. Это определенные люди, которые работают с гостями. Работают с возражениями. С возражениями, там что-то не понравилось, жалуются. И ты подходишь в конце смены, в 23 часа, к Lady in Red. У нее там конфетная стойка с хорошим шоколадом. Прям очень хорошей, с орешками, киреешками. Плюс всякие там сладости заморские, которых ты в обычном магазине ни разу не пробовал. В общем, она вот эту стойку забирает, относит в отделение, наподобие багажного отделения. И все. Теперь это наше. Разделяй и властвуй. Можно наедаться шоколадом. Тогда я очень много ел. Потолстел, конечно, но нормально было. Это вот одна из таких вещей, которые можно есть. Также можно орешки. Я это под конец совсем узнал. Вот прям за 7 дней до моего увольнения я узнал, что можно... Там есть определенный room-сервис. Room-сервис, который развозят по этажам различные сладости. Орешки, опять же. Либо же какие-то фруктики. И которые стоят эти орешки, на самом-то деле, долларей так по 50. Вот такой пакетик. 50 рублей за орешки и плюс за... Ну там, хорошие орешки и за шоколадик. И иногда, если у него, так скажем, лишка остается, можно так в карман. Я помню, один день у нас был... Я 5, короче, 5 мешков в карманах. Я думаю, меня сейчас спалят, скажут, что за фигня. Но на самом деле, очень многие так тоскали. Я только под конец узнал. И я потом спрашиваю у своего коллеги, а что так можно? Он говорит, да, я уже так второй год хожу и набираю. В общем, вот еще один факт. Также у нас очень много работало людей из Узбекистана. Это интересный факт. И они работают в основном в прачечной. В прачечных и подобных таких вещах, которые не коммуницируют с людьми. Потому что, по сути, работа такая же, как и в любом заведении. Но они, кстати, обычно русскому языку. Единственное, они туалет обычно очень долго занимают. Это не какая-то национальная вещь. А просто ты идешь, у тебя перерыв 10 минут. И ты такой, блин, я дома не сходил. Как-то не шла, не шла катишина из отверстия. И ты идешь в раздевалку. И, блин, занято. И при том одним и тем же человеком. Одним и тем же узбеком. Никаких, опять же, национальных вещей. Это просто означение названия человека. Если я буду говорить, что там человек сидел, то так вы хотя бы понимаете примерно, как он выглядит. Вполне возможно. В общем, вот такая вот вещь. Также в столовке сладости. Сладости вкусные вещи давали, бесплатные. Это было интересно. Что еще можно было узнать за время в отеле? Также факты о людях, о звездах. Вот приезжал Тильдин Деман, пожал мне руку. Ну, об этом я рассказывал уже в предыдущем видеоролике, как у него там снимался клип. Проводилась некоторая оргия из 30 девушек. Помню, как жаловались на них соседи сверху, соседи по бокам. Ну, потому что, представьте, там, если вы смотрели клип «Айнс Плац», то наверняка знаете, что там происходило. И вообще он там капец. Линдеман можете потом убить детям, не смотреть, друзья. И что еще происходило? Да, наверное, все. На этаже повыше можно посмотреть все вещи. На самом деле не все. Просто на данный момент у меня в голове нет мыслей о том, чтобы вам поведать, потому что я понимаю, что могу рассказать про то, как я гнался за автомобилем, за такси, потому что там девушка обронила шарф. И я такой, спасатель. И потом она возвращается, ну, в плане, возвращается уже спустя 3-4 часа и нормально сажается. Также я дарил много подарков. То есть не смотрите, что я вам такие прям странные вещи рассказываю. Я могу вам, в принципе, обычный распорядок дня на данной работе рассказать. Но кому это обычно интересно на Ютубе, это вот первое. То есть почему у меня сейчас в этой истории было так много таких, как бы немного близко, возможно, жестким, возможно, не жестким для обычного человека историй. Ну, потому что я понимаю, что будет такой разглаз. По той причине, что обычные истории, как там работаются, вы можете в интернете прочитать. Да и такие вы можете в интернете, в принципе, прочитать. Это просто некоторый отголосок истории. И мне хотелось бы историческую корректность подвести в том, что я рассказал. Собственно, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, если кого-то я упомянул в не том ключе. Если хотите больше историй, есть больше историй из отеля, скажите, в каком направлении вам интересна история. То есть что там конкретно было в отеле, как ты работал, либо же как зарабатываются там, либо же как там проводятся сексуальные всякие вещи, да, либо же как ты приходил туда, высыпался ли. То есть об этом могу повещать. То есть расскажите конкретную направленность, что вам интересно, и я вам поведаю. Потому что легко об этом поведать. Ага, окей. Следующее. Если вам интересно по поводу моей работы как курьером, также как я работал дизайнером, фотографом, видеографом, руководителем студенческого телевидения, также другими вещами, таким как детским аниматором, либо же просто на съемочной площадке я был как актер, снимался в клипе, плюс в других вещах, плюс как актер иммерсивного квеста, плюс другие направления. Если вам интересно, то, пожалуйста, дайте знать в комментариях, и об этом мы повещаем в следующем видеоролике. Также, пожалуйста, дайте знать, как вам этот видос. Зашел? Не зашел? Было интересно. Что нового для себя открыли? Потому что в предыдущем видеосе вы просили истории поведать. Я, в принципе, поведал вам истории. Я не знаю, насколько вам это прям интересно. Просто я понимаю, что я не такой прям супер-мега-среднестатистический человек, который вам поведает, ой, я там боялся, это было капец как, это было жесть. Даже мой видос самый популярный, я пытался максимально вернуть эмоции назад. Ну, то есть, как бы обратиться к прошлому. Я не тот человек, который смотрит в прошлое, я стараюсь смотреть в будущее и в настоящее, то, что в данный момент имеется, и двигаться вперед. А из прошлого я только уроки вычисляю, и чтобы достать какие-то прям, типа, смешные зашкварные истории, просто напишите, какие зашкварные истории вам хотелось бы видеть, и я вам поведаю про то, как вообще жить, и ты прислоняешь ухом, чтобы слышать, как там. А вот уже я не буду повествовать дальше. Ну, в общем, можете поведать, поведать, какие вам истории конкретно интересны, потому что у меня есть большое скопление историй из моей жизни. Различного плана. Абсолютно. Даже те, которые ты, возможно, не додумываешься вообще. И вы эти истории, в принципе, видели на картинках. Просто для меня они обыденные. То есть, то, что каждый день обычно у человека не встречается, вот за мной там человек бегал, также плюс хотели соседей убить, плюс меня чуть чувак там продавец вот так начал удушать из-за того, что я просто проходил мимо там практически. Это было возле центрального детского магазина. В общем, какие истории вам интересны, дайте знать. За примерку заплатить тоже. Спасибо большое за просмотр. В общем, идите вперед к своим вещам, к успеху. Пускай у вас все будет книжкиково, круто, как Наруто. До свидания, друзья. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok